Массовый карантин 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 Город Элизабет теперь использует дроны для распространения спасающих жизни сообщений. Вы не иммунны к этому вирусу. Дроны упрощают полиции наблюдения в таких местах, где доступ патрульным машинам затруднен. Включая узкие места между зданиями, места за школами и задние дворы. Вам не нужно быть каким-то сумасшедшим диким либертарианцем с бородкой, чтобы начать считать это все довольно пугающим. То, что происходит сейчас, беспрецедентно, опасно и однозначно полностью неконституционно. Это нарушает и букву, и дух, били о правах на многих уровнях. И в скором времени мы глубоко пожалеем, что дали всему этому случиться. Если бы только у нас был кто-то, кто защитит нас, когда наши права исчезают. Но подождите, он есть. Это ACLU. На протяжении более чем ста лет Американский Союз Гражданских Свобод боролся за гражданские права беззащитных, что на данный момент означает «вас». И где же ACLU сегодня? Вместо этого они заодно с властью, они присосались к власти. Они выбрали CNN и говорят вам заткнуться и подчиняться. Пока свобода исчезает по всей стране, ACLU подала дюжины исков, но не в поддержку вас или били о правах, а требуя голосования по почте для мошенничества на выборах, требуя освободить больше преступников и нелегалов. Их веб-сайт забит этим сверху донизу. Но, похоже, до сих пор ACLU подала только один иск в ответ на массовый карантин. Это было в Пуэрто-Рико. В чем посыл? Посыл в том, что ACLU теперь полностью на стороне ваших хозяев. Тем временем наша страна и ее вековые устои умирают на наших глазах. Мы можем привести вам множество примеров. Вот вам два. В округе Монтгомери, штате Огайо, власти докладывают об увеличении смертности от опиоидов на 50%. Показатели алкоголизма зашкаливают. Судя по данным, то же самое происходит по всей стране. И парадоксально, но в то же самое время раковые больные остаются без препаратов. И вот один из индикаторов этого. Морок, крупная фармацевтическая компания, предсказывает сильный удар по своему производству. Почему? Потому что самое сильное лекарство выписывается теперь реже. Это не потому, что в нем меньше нуждаются, а потому что люди не могут попасть в больницы или бояться туда идти. Они были запуганы политиками и не получают свою терапию. Вакцины, проверки, операции, все было уменьшено. Люди умрут в результате всего этого. По факту, они уже умирают. И это не страшно для властимущих. Главное, не планируйте вечеринки на Фейсбуке. Они арестуют вас за это. Я играю на гармошке, у прохожек на виду. Дашь у лень, нарce речь идет до кросс-кодто. Украфт horas, Вау!